да добрый вечер уважаемые наши соседи мы решили с вами пообщаться обсудить свежие новости потому что вышел сегодня во двор в общем-то снежная погода никого дворе нет на лавочке все пусто обсудить новости которых у нас большое количество практически не с кем ну конечно мы обсуждаем эти новости по вот сапу с друзьями несколько у нас чатов в которых мы все это переписываемся друг другу эти так сказать посылаем сообщение но вы знаете вот как такого личного общения фактически нет ну кроме того мы пытаемся вести нашу трансляцию в перископе у меня есть twitter аккаунт mitvall.tv и там соответственно есть ссылка на перископ куда можно заглянуть в том числе посмотреть процесс подготовки этого опа я хочу сказать что я буду одновременно еще смотреть на вопросы которые мне задают в перископе поэтому буду иногда сбиваться но хотелось бы обсудить с вами новость вот пишут какая наша сфера деятельности то есть моя сфера деятельность сегодня вопрос достаточно несложный я сегодня занимаюсь бизнесом занимаюсь юридическим бизнесом работаю помогаю некоторым компаниям в продаже тех или иных предметов длительного пользования кроме того я являюсь юристом и достаточно большой фронт работы есть по юридическому консультированию что еще на самом деле самое интересное конечно что сегодня происходит вокруг нас это начиная с чашечки так сети нашего известного кофе русана вы мы помним что американо появилась после того что американцам не очень нравилось эспрессо в италии когда они были там во время второй мировой войны вот они туда начали добавлять кипяток чтобы не такой крепкой был и получился американо интересно на самом деле что надо добавлять в эспрессо чтобы не получилось не американо а русана ну вот ребята попробовали вроде получилось русана по крайней мере чувствую могу сказать что на самом деле много таких интересных новостей ну вот например из международной политики пранкер ваван опубликовал разговоры президент порошенко с президентом киргизии в роли которого были пранки он меня конечно очень всегда интересовало каким образом президенты соединяются неизвестно с кем как можно было ну мы с вами слышали что не только президент прошел на президент лукашенко тоже как говорится поговорил с какими-то ответственными специалистами но к сожалению проблема в том что я не понимаю куда смотрят спецслужбы вообще как так может быть чтобы президенты всерьез обсуждали в том числе и личные вопросы вот последнем разговоре порошенко подружился с новым президентом киргизии пранки вам ваваном на самом деле любопытно как это так произошло что спецслужбы украинские так называемые сбу и другие в общем-то мило улыбаясь соединили порошенко с пранки находящимся в городе москве ну удивительная история обсудили наверное вопрос награждение ордена почетом выдающийся деятель культуры надежды бабкиной вот насколько мы знаем действительно целый слой культуры только не очень понятно почему надежда бабкина награждена ордена в том же указе что и руководитель фас артемьев здесь отдельный вопрос мы с вами хотели бы обсудить по поводу вы знаете я поразился оказывается у нас почтальоны очень богатые люди конечно всех людей расстраивает постоянный рост тарифов на услуги почты но оказывается теперь ясно стало что эти деньги не уходят в песок эти деньги выплачиваются в виде зарплаты руководитель почты россии вот за прошлый год она составила месяц бонусами 138 миллионов рублей так написано вы знаете тут пишет вопрос мало меня пока слушать но вы знаете во первых никто не ожидал во вторых мы это просто пробуем в третьих на самом деле я вот завтра собираюсь пойти на телеканал россию как экспертом по вопросам богатой молодежи вот и там будут меня слушать миллионы только вы знаете я там буду быть на одни темы здесь на другие мне кажется что вот на другие мне самому интереснее хотя если приглашают поговорить о том как у нас богатая молодежь сильно отвязалась и распустилась то я конечно же взять на тем приду тем более что у меня есть две дочери я просто иногда смотрю сюда так сказать чтобы смотреть вопросы да кстати у нас вообще-то детям культуры постоянно дают ордена и медаль ноты господин маслякова в прошлом году дали один по моим акцам невского вы знаете удивительно ведь у нас одаривают их я жалею что не приватизировал квн потому что мы знаем что удалось детям культуры и получить в том числе константину ракину и господин мыслякова удалось получить ракин плаза которые насколько я знаю доли 50 миллионов долларов куда-то рассосалась там на организации концертов вот это непонятная история с строительного офиса квн который был торжественно выведем из государства имущества вот и оказался в частной собственности насколько я знаю схему там вкладывали авторские права на передачу квн вот а другой стороны государство вкладу имущество стоимостью десятки миллионов долларов ну и в результате как говорится умножили мясо на колбасу и получили все что хотели вот на самом деле очень много интересных вопросов и вы знаете мы сами не понимаем до конца формат мы просто хотим попробовать это все как это все выглядит что с этим может получиться на самом деле жду какой-то реакции жду темы для обсуждения можем обсуждать можем кому-то звонить приглашать для телефонных переговоров но боюсь что президент порошенко с нами не будет разговаривать но какие-то менее ответственные специалисты могут и поговорить кстати вот интересная новость сегодня господин говорухин назвал слово россияне отвратительным я просто беру новости яндекса на самом деле ведь тоже есть о чем поговорить что ему не понравилось слово россияне тоже непонятно кстати на самом деле слово россияне происходящее от слова россии в общем-то мне кажется звучит очень хорошо ну что еще давайте мы будем ждать в моем twitter аккаунте реакцию на попытку сформировать формат мне просто интересно общаться если у кого-то есть какие-то идеи предложения пожелания все это можно изложить и в твиттере и фейсбуке да вплоть до инстаграм и мы попробуем следующий раз опять в этой же студии пообщаться на актуальные и современные темы и понять кто как к чему относится я считаю что сегодняшнюю небольшую такую пробную передачку даже не передачку а небольшую такую пробную пробный сеанс общения предлагаю считать на сегодняшний закрытым в дальнейшем если эта тема понравится нашим слушателям то мы обязательно добавим туда интерактивные возможности в виде телефона и обратной связи по электронной почте и твиттеру по перископу но но сегодня я предлагаю запись эту закончить ну и ждать тех новостей которые сыплются на с утра каждый день спасибо вам большое за внимание с вами был алик митлый